уже на первых минутах астана выходит вперед и шайбу забрасывает алишера мангалеев который поразил пустые ворота массированная атака страны и альшир мангалеев открывать счет это матче в меньшинстве отличается лев крицын убегает 11 ватарем и здесь шага пересекла линию после того как пытался переиграть в отеля и в крицин и в меньшинстве горняков счет с радой однако затем последовали провалы в обороне и в итоге вывел вперед свою команду адрес и рульников в один красивая комбинация и адрес и рульников мастерски переиграл вратаря а после этого играли большинстве астанчане после пятиминутного удаления дуянова и третью шагу не забросил никита бондарев который в этом матче оформил хитрик давайте еще раз смотреть как до бондарев сумел укрепить преущества и команды при игре большинстве это бондарев отличается и делать счет 31 здорово он сыграл на пятаке и шагу добил ворота никита бондарев затем четвертый гол а также и автор никита бондарев который постоянно открывался по передаче на добивание было весьма и весьма эффективен и здесь классно передачи жаблата битеева и молниеносный бросок никита бондарева все становится 4 1 первом периоде астана лидировала с разницей в три шайбы при этом могли еще забросить но не получилось и все это уже во втором периоде до никита бондарев оформил хитрик и вновь большинстве астана огорчать не тупи шапошки 51 затем удаление было составе горняка захар здоровенко получил две минуты и горняк игра меньшинстве забрасывать вторую шайбу с вами видим и силовые приемы его двоем под душили и отобрали шайбу и шайба забросил тимур же моголеев соба греша уважил вратаря не поразил ворота 52 однако затем астана добавила в атаке и в итоге айдар сувеменов забрасывать чистую шайбу открывается под отскок на пятаке ядар сувеменов делать счет 62 подачи что-то знакомому и астана вскоре 7 шайба здесь уже тимирлан китаров после передачи ты пандарева забрасывать седьмую шагу своей команды вот еще раз передачи и отлично завершающий бросок тимирлана хитар 72 крупный счет которые конечно же говорит о преимуществе остальных в этом матче горняк несколько попыток отыграться выпускает но при этом врача не отмечаем не осиживались в обороне и старались также атаковать в третьем периоде мы сами еще несколько шайб увидели две шаги в исполнении астаны и одну шагу исполнить горняка гол назревал и амир шутилов забрасывает шайбу перед этим видим опасный момент ворот это шапошника и также атаки горняка таили себе немалую опасность особенно при игре большинстве бросок ослана русланки был как раз таки амира шутилова который на пятаке прямо практически на линии ворот переправил шайбу она взынула вверх вскоре девятый гол команды астана и автор становится жамбалат бикеев при игре большинстве отличается жамбалат бикеев здесь промах тимирлана китарова и затем бондарев позволяет жамбалат бикееву выкатиться на ближний пятак и переиграть вратаря 9-2 большинстве отличается астана однако финальный счет установили и рудничане это сделал день с габдулянов бежал один на один с ротарем и прямым броском поразил ворота амира мангиды 9-3 и в конечном итоге удается астанчанам концовки провести несколько опасных атак но это не приводит заброшен шайбам и со счетом 9-3 сегодня побеждает команда астана набирая таким образом 50 очков команда антоновасина впереди у них матч на выезде жазбатыр и ястебов а горняк будет готовиться к домашним играм против алматы и тимиртал финальная статистика сегодняшней игры по броскам 44 остальные 11 у горняка по бросовая по выигранным бросованием 33 33 раз были сильнее астанчане 18 раз гость из рудного 4 шайбы большинстве у астаны две шайбы меньшинстве у команды горняк 4 минут штрафа заработали хоккеисты и астаны и 17 у команды горняк финальный счет 93 еще раз останов с победой горняку успешной подготовки к домашней серии и мы благодарим вас за внимание смотрите не споржа с хоккей до новых встреч друзьям всего доброго до свидания